Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я вам хочу показать, как я готовлю котлеты. У меня уже накручен фарш свиноговяжий, лук, вот столько, тарелочка, моя любимая адыгейская соль, манка, крупа, которую я буду заливать молоком. Сейчас я вам покажу. Вот такое количество манки я заливаю молоком. Чтобы она настоялась. Её нужно помешать. А потом я это добавлю в фарш. Также добавлю два яйца. На блендере измельчу три зубчика чеснока и имеющийся лук. Всё хорошенечко перемешаю и покажу вам. Итак, вот я уже перемолола в блендере лук. Добавила два яйца. Набрала адыгейской соли ложечку. Вот так вот её добавляем сюда, в сторону. Манка у нас здесь уже стала набухать в молоке. Мы её сейчас тоже добавим к фарше массе. Вот мы добавили манку к фаршу. И будем сейчас замешивать фарш хорошенечко. Нужно вымесить очень хорошо. Всё перемешать. Котлетки, чтобы получились сочные. Благодаря тому, что много добавляю лука. Не добавляю вообще хлеб. Добавляю вместо хлеба манку. Вот, фарш получится мягкий, сочный. Вот такой у меня получился фарш. Сейчас мы слепим в произвольной форме котлетки. И пожарим на предварительно разогретой сковороде. Разогреваю сковородочку с маслом. И сейчас буду лепить в произвольной форме котлеты. И жарить на сковородочке. Ну вот, дорогие друзья, я налепила котлетки. Они так смачно шкварчат на сковородочке. Сейчас они поджарятся с одной стороны. Мы их перевернём на другую. Итак, дорогие подписчики. Вот я перевернула котлетки. Жарю со второй стороны. Немножко выделяется из них вот эта вот коричневая штучка. Ну, ничего страшного. Её можно потом заново убрать и жарить котлетки. Вот такие загорелые, сочные, вкусные котлетки у нас получились. Приятного всем аппетита! Желаю вам повторить мой рецепт. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»